Велим, сейчас прошло первые стартдауны, и наиболее интересный момент был у Лафа. Вы как-то уже успели познакомиться с соперником до этого, что на него шли, чуть ли не угрожающий, или уже пытались его морально допугать? Меня напугать никого не собираюсь, он не так напуган, если со мной дерется. А так, ничего не было такого. Никакой личной истории с ним даже не встречались до этого? Первая личная встреча была? Меня в первый раз вижу, ничего личного нет. Мы приехали сюда драться, обниматься. Скажите, есть ли сейчас для вас разница в ощущениях, в понимании того, что там происходит между первым прыгингом UFC и сейчас? У меня первый бой чуть было. Первый бой UFC, чуть напряжение было, но такого ничего не было. Я на все бои отношусь одинаково, без разницы. Первый бой тоже выиграл, и этот тоже ничава выиграл. Я ухожу только выиграть туда. Других мыслей не бывает, желательно досрочно. Ничего. Первый раунд в поединке сто пудов выиграли, дальше от вас соперник начинал бегать. А вот вы сейчас готовы к тому, что вдруг и новый соперник начнет бегать, для того, чтобы его поймать каким-то способным приемом? Для того, чтобы не отдавать там все на опыт суден как-то? Первый раунд я чуть спешил. У меня до боя чуть были там проблемы. Проблема что? Чуть суета была, разборки были. Из-за этого чуть спешил. Если я головой чуть поработал бы, я мог бы за два раунда выиграть. Он был хорошим бойцом, но он не мой уровень был. Просто чуть головой не поработал, я считаю. Сейчас я буду головой работать. Выводы сделал с этого. Говорилось о том, что у вас там была чуть ли не драка после боя. Было ли что-то такое? Четко. Драк ничего не было. Он про меня что-то в интернете представил. Я ему сказал, что-то писал. Лицо скажи, что на интернете. За спиной такие вещи, чтобы не говорил. А так драка не было. Он от себя там написал, драк напал. Такого не было. Я не нападаю ни на кого. Тем более, что до боя напасть – это не мое. Только о словах поговорили. Да. Скажите, а нынешний соперник Робертсон чем-то отличается от Гриффина? По уровню еще какие-то нюансы? Я думаю, по уровню стойки он лучше. У него стойка хорошая. Это Дэни. И в стойке, и в борьбе я готов к любому сопернику. Без разницы, кто это. Подготовка к этому поединку. Как она проходила? Где? Кто вам помогал? Были там какие-то интересные спарринг-партнеры? Проходил первый сбор в Дагестане. Потом поехали в Таиланде. И третий сбор был в Америке. Помогал мне готовиться. Спарринг-партнер, брат мой, Рамазан Курамагамедов. Там забейте. Еще были там много. Пацаны вместе готовились. Все прошло четко. Отлично. Вы не типичный представитель бойца из Дагестана. Главная техника это бокс. Я представитель из Чечни. Вы ударник, бокс. У вас более зрелищные поединки. А с чем это связано? Что именно у вас боксерская техника лучше поставлена? Потому что я чемпион России по боксу. То есть вы сразу с детских лет занимались именно боксом? Кильбокс, боксом занимался. Интересно, а свидетели современным боксом? Не видел. Какое впечатление от самого боя? Хороший бой был, честно говоря. Хороший бой. Больше нечего с меня. Хороший. А вы не считаете, что это все-таки знаковое было событие, в том числе и для смешанных единоборств? Потому что впервые в истории серьезные, большие, крутые боксерские поединки задержали из-за турнира. Я через пару лет побью этих боксеров тоже. Да, я тоже так думаю. Ну и скажите, пожалуйста, следующее. Ну, до вас придут явно болеть, и будут шуметь, и поддерживать вас. Что вы хотите сказать тем людям, которые будут профессионально за вас переживать в эту субботу? Я хочу им сказать спасибо. Очень много людей пишут и приедут сюда. Спасибо им, отдачи всем. Хищники все. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.